Всем добрый день. Меня зовут Богословский Дмитрий. Я являюсь инженером по орнитологическому испечению безопасности полетов аэропорта Саратов-Гагарин. Как вы думаете вообще, чем занимается орнитолог в аэропорту? Что еще раз? А для чего это нужно? Ответ ближе, конечно. Авиационный орнитолог это специалист, который снижает риски столкновения воздушных судов с птицами. В отличие от просто орнитолога, то есть просто орнитолог научный, допустим, который преподают в различных учебных заведениях, в вузах, это специалисты, которые занимаются фундаментальной орнитологией, то есть это различные экологические особенности определенных видов, миграции птиц и питание птиц. То есть для авиационной орнитологии это направление неинтересно, там нужно именно снижать риски столкновения воздушных судов с птицами. В данной сфере я работаю уже более 8 лет. За это время накопил достаточно большой опыт в этой сфере. Как вы думаете, когда вообще в авиации столкнулись с проблемой столкновения воздушных судов с птицами? Есть идея? Отлично. То есть уже на самой заре авиации, то есть в начале 20 века, если быть точным, то это 908 год, во время пилотирования первого летательного аппарата конструкции братьев Райт, один из братьев, то есть Орвел Райт попал в ситуацию, которая считается первым столкновением воздушным судном с птицей. То есть в его стропу управления запуталась серебристая чайка и ну то есть летательный аппарат приземлился экстренно. Спустя почти 4 года, в 1912 году, Перри Роджерс, это человек, который известен тем, что первый пересек территорию Соединенных Штатов, является собственно первым погибшим при столкновении воздушного судна с птицей. То есть также в его летательный аппарат попала чайка, что привело к крушению и гибели пилота. Вообще за всю историю авиации известно достаточно много катастрофических столкновений воздушного судна с птицей. Кстати, как вы думаете, что такое катастрофическое столкновение? Отлично, падение и гибель людей. Самое известное из таких столкновений произошло в 60-х годах, в США, в аэропорту Бостона. Лайнер столкнулся с стаей скворцов, что привело к падению тяги и падению воздушного судна. 62 человека, которые находились на порту и 4 члена экипажа, естественно, погибли. Вообще, если рассматривать критичные столкновения, то, естественно, в начале 20 века, когда воздушные суда были из очень непрочных материалов, то есть там условно какая-то фанера и тому подобное, все столкновения, которые случались у воздушного судна практически всегда приводили к катастрофе. С развитием авиации, естественно, птитостойкость воздушных судов стала гораздо более высокой, то есть современные лайнеры, они состоят из различных алюминиевых сплавов и там 99% столкновений, которые случаются, они, естественно, некатастрофические. Из последних событий, которые происходили в России, которые практически закончилась катастрофой, о чем вы слышали буквально недавно, пару лет назад, там тройку лет? Это произошло в Москве, я вам подскажу. Девушка, вы точно знаете, я знаю. Самый серьезный инцидент, который происходил в последнее время в Российской Федерации, произошел 15 августа 2019 года. Авиакомпания Уральские авиалинии в аэропорту Жуковском на взлете столкнулся со стаей чаек, что привело к потере тяги и посадке кукурузного поля. Я думаю, что вы все слышали об этом. Да? Отлично. Это вот, ну то есть, если бы этого кукурузного поля не было, то, естественно, скорее всего, это закончилось бы катастрофой. Это, собственно, вот слайд про столкновения катастрофические. На этом слайде представлены инженеры по орнитологическому обеспечению холдинга аэропорта регионов. Вообще орнитологическое обеспечение полетов входит в обязанности аэродромной службы. Поэтому, ну, я как и специалист отношусь к аэродромной службе, и, ну, на сленге аэропортов, так, ну, специалист аэродромных служб называется аэродромщик. В аэропорту Гагарин аэродромная служба состоит из, ну, определенной структуры, то есть начальных служб, ведущий инженер, инженер, два инженера по орнитологическому обеспечению, четыре инженера смены, четыре техника смены и, там, водители и трактористы. То есть у каждого из этой структуры есть определенные задачи, и не только, на самом деле, инженеры по орнитологическому обеспечению занимаются орнитологией. То есть, на самом деле, вся аэродромная служба, она так или иначе занимается определенными, там, мероприятиями по орнитологическому обеспечению, потому что это все входит в безопасность полетов. А безопасность полетов – это состояние авиационной системы или организации, при которой риски, связанные с авиационной деятельностью, то есть с любой, которая относится к эксплуатации воздушных судов, снижены до приемлемого уровня. То есть, условно, полностью исключить столкновение воздушного судна с птицей невозможно. То есть птицы среди нас живут миллионы лет, и они всегда-всегда будут на территории, на которой расположены аэродромы. То есть полностью на 100% исключить шанс невозможно. Можно только выяснить с определенными мероприятиями. То есть мероприятий существует очень много. То есть применяется куча технических и биорепеллентных средств на аэродроме. То есть это могут быть различные биоакустические установки, которые имитируют тревожные крики птиц или выстрелы из ружей, пропановые газовые пушки, которые также имитируют выстрелы. Как правило, всякие технические средства, которые имитируют выстрелы, они лучше всего работают в весенний или осенний период. Как вы думаете, почему? Что я сейчас? Ну, практически. Отлично. А почему именно в миграцию они лучше всего работают? Ну, на самом деле, в период миграции вообще все средства работают лучше, потому что птицы никак не привязаны к территории, на которой они находятся. Потому что, допустим, в весенний или летний период, ну, в поздний весенний, там, конец мая, когда у птицы на территории, там, в пределах 5 километров гнездо с птенцами, естественно, отпугнуть ее от территории, ну, крайне сложно, чем осенью, когда она просто летела, там, с Мурманска, остановилась в Саратове и потом полетела дальше. Помимо пропановых пушек и различных аудиокусических установок, применяются трещотки различные, зеркальные шары, которые там, ну, лучиками света отпугивают птиц, различные лазерные отпугиватели, которые наиболее эффективны в вечернее время, сети для отлоу птиц, различные муляжи или чучела, которые имитируют птиц, специально подготовленные птицы или собаки. У нас собаки не используются, а птицы используются, и, ну, до запрета используются различные беспилотные летательные аппараты. Можно продемонстрировать ролик с нашей, одной из нашей ловчих птиц. Это черный коршун, ему уже 8 лет. Субтитры подогнал «Симон» Вообще у нас используются сейчас на данный момент 4 ловчие птицы. Это черный коршун, ему 8 лет, еще 2 сокола балобана и ястреб-хариса или пустынный конюк. У каждой из птиц есть определенные задачи, то есть кто-то просто визуально отпугивает птиц, например, черный коршун, плюс используется в различных мероприятиях, типа вот такого. И есть птицы, которые уже более какие-то конкретные задачи выполняют, допустим, отлов определенных видов и так далее. То есть помимо аэропорта Саратов-Гагарин, ловчие птицы на территории страны используются еще в Самаре, в аэропорту Курумоч, в Москве это аэропорт Внуково и аэропорт Домодедово. Другие аэропорты, к сожалению, пока еще не используют, потому что достаточно сложно найти специалистов, которые могут эту методику совмещать с работой своей. На самом деле это одна из самых эффективных методик отпугивания, потому что у диких птиц не бывает привыкания к настоящему хищнику, особенно когда настоящий хищник их ловит. А так, ну вообще орнитологическое обеспечение полетов, это целый комплекс мероприятий, то есть это не только технические или бириопилентные средства, но это и обследование района аэродрома, район аэродрома это 15-километровая зона вокруг, ликвидация условий, которые способствуют скоплению концентрации птиц как на аэродроме, так и на аэродромной территории. Как вы думаете, что это за условия? Отлично. Также это визуальные и радиолокационные наблюдения, если это возможно, за перелетами птиц, особенно в весеннюю и осеннюю миграцию. Сбор и оценка сведений о фактической орнитологической обстановке для составления карт-схем, анализов, отчетов и так далее. Доведение до летных экипажей, то есть до КВСов сведений ежедневно о фактической орнитологической обстановке, откуда птицы там могут лететь, на что нужно обратить внимание, на заходе на посадку и так далее. Также это проведение занятий по авиационной тематике, авиационно-орнитологической тематике с службами и с органом РВД, которые, опять же, так или иначе взаимодействуют по орнитологическому испечению полетов на аэродроме. И также доведение до слушателей и учет всех случаев столкновения, которые происходят на аэродроме. То есть у всех авиационных орнитологов такие задачи. По поводу использования ловчих птиц на аэродроме. То есть на самом деле, многие спрашивают, какие птицы используются. На самом деле очень сильно зависит от задач, которые стоят перед авиационным орнитологом и птицей, которую он использует, и от видового состава птиц, которые, назовем их, мешаются на аэродроме. Вообще обычно используются классические виды для скалиной охоты. Например, ястреб-детеревятник, сокол-сапсан, сокол-балобан, ястреб-хариса и так далее. То есть для понимания, если, допустим, вам нужно отпугивать скворцов, то использовать сокола-сапсана нелогично, потому что в природе он ими не питается, и они не будут его бояться. То есть логичнее использовать что-то более мелкое, например, сокол-деревник или сокол-чеглок или ястреб-перепилядник. Соответственно, допустим, в аэропорту Внуково для отлова диких и бродячих животных до 2009 года использовался беркут. Это орел такой большой. На этом слайде представлен справа сокол-балобан и слева самец ястреба тетеревятника. Самец ястреба там кого-то в тот день, помню, поймал. По поводу, скажем так, одного дня из жизни авиационного гранитолога. Кстати, на слайде слева это тоже ястреб-тетеревятник. То есть ежедневно это осмотр ВПП и территория аэродрома на автомобиле. Контроль также исправности всех технических средств, которые используются, то есть вообще всех. Перенастройка, допустим, пропановых пушек, чтобы изменить интервалы выстрелов для того, чтобы не было привыкания у местной орнитого фауны. Перемещение каких-то визуальных средств, чтобы также не было привыкания. Также в зависимости от орнитологической обстановки проводятся мероприятия по отпугиванию желательных птиц территории аэродрома. То есть мероприятия могут быть как активными, так и пассивными. Как вы думаете, чем активные мероприятия отличаются от пассивных? Вот зеркальные шары это активные средства отпугивания или пассивные? А почему? Отлично. Да, то есть для активных средств отпугивания необходим оператор, а для пассивных он не нужен. То есть к активным средствам отпугивания относятся ловчие птицы, потому что им нужен человек для определенных действий. Допустим, там сигнал охотника, ракетница или что-то подобное. Также практически ежедневно происходит мониторинг шестой подзоны. Шестая подзона – это радиус 15 километров от контрольной точки аэродрома, то есть вокруг аэродрома 15 километров. Это необходимо для того, чтобы находить объекты, которые способствуют привлечению птиц. Допустим, там какие-то новые несанкционированные свалки или различные там зернохранилища или еще что-то. Ну и, соответственно, там в конце дня составляются различные там акты, отчеты и карты схемы рисуются по перемещениям птиц. По поводу, допустим, подготовки ловчих птиц для работы в аэропорту, также это классическая подготовка для соколиной охоты. То есть какую бы птицу вы не выбрали, в принципе, для всех начальное обучение, оно одинаковое. То есть вначале птица учит возвращаться обратно по определенным там командам. Кто-то там, ну, как-то там называет ее там, кеша, лети сюда. Кто-то использует свисток или какие-то, ну, другие маркеры. И уже в дальнейшем, в зависимости от того, какие задачи перед птицей стоят, обучение, ну, уже узкоспециализированное. Допустим, там ястровый-тестерятник, который ловит ворон, он там обучается специальным образом, чтобы их ловить. Содержатся они на территориях аэропортов обычно в вольерах, либо на специальных присадах. Кушают они, как вы понимаете, мясо. И также аэропорты закупают суточных цыплят, лабораторных крыс, мышей там замороженных и так далее. Какие у вас есть вопросы? Да, слушаю. Относительно методов, которые используются для отпугивания птиц, какие наиболее часто применяемые в настоящий момент? То есть вам, нам были перечислены такие методы, как зеркальные шары, химические методы, чучело птиц. И какие методы наиболее часто применяются в настоящее время? Наиболее часто применяют или наиболее эффективны? Ну, и то, и другое на самом деле, потому что без эффективности, собственно, нет смысла применять эти методы. Ну, не совсем так. То есть вообще на самом деле большинство аэропортов применяют те средства, которые дешевле и проще. Вот. А если брать эффективность, то самые эффективные средства, это, естественно, активные и которые, как бы это негуманно не звучало, могут привести к, ну, то есть летальные средства. То есть это либо точечный отстрел, либо там отлов ловчими птицами и так далее. Плюс, когда активность, пассивные и пассивные средства работают в комплексе, допустим, у вас вылетел из автомобиля ясно-всеревятник, поймал ворону и вы включили на биоакустике тревожный крик врановых. Потом есть определенный кредит доверия у местных птиц, которые будут бояться при включении аудиосигнала этого тревожного крика. Как только кредит доверия теряется, то есть там 5, допустим, повторений, ничего не произошло. То есть птицы перестают реагировать на этот звук как на источник опасности. Ну да, это довольно-таки логично с одной стороны, потому что у них чисто вырабатывается рефлекс на подобный обман. Но все равно существует ли какой-то метод наиболее безопасный для непосредственно животных, потому что все-таки экологическая обстановка в стране, да и в целом в мире у нас, не самая лучшая, но и в целом как-то обойти вот такие подобные жертвы. Ну на самом деле, во-первых, они всегда птицы как-то страдают, потому что даже при отлове там ястребом птицу всегда можно забрать живой, положить ее в коробочку, увезти на 100 километров и выпустить. Конечно, наверное, не все так делают, но так сделать можно. Также при отлове там специализированными ловушками или сетями тоже можно птицу аккуратно достать там и транспортировать на безопасное от аэродрома расстояние. Если брать документы ИКАУ, то есть это международные авиационные документы, то расстояние, на которое птица не возвращается обратно, это около 30 километров, ну то есть 30 и более. Если брать, наверное, самый гуманный из способов сокращения численности птиц, это, конечно, уменьшение кормовой базы на том месте, где они гормятся. То есть если у вас в округе нет каких-то свалок огромных, полигонов ТБО, то количество врановых, там, чаек, ну там, скворцов будет минимальным. То есть есть, во-первых, объекты антропогенные, которые можно закрыть, например, элеватор. То есть если как-то доказать надзорным проверяющим органам, что он мешает безопасности полетов и может привести к там гибели людей там и так далее. Есть природные объекты, например, там, река Волга, которая у нас находится от аэродрома в одном километре. Ширина Волги у нашего аэродрома 14 километров. И количество, и видовое разнообразие птиц там просто… Ну вот у меня в годовом отчете 224 вида птиц, которые присутствуют у нас в радиусе 5 километров. Спасибо большое за ответы на мои вопросы. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, а вот после, так скажем, работы этих птиц, где они содержатся? Спасибо за вопрос. Содержатся они в специальных вольерах. То есть у нас на аэродроме это такой большой вольерный блок на 6 вольеров. Каждый бокс… То есть птицы не содержатся вместе, естественно, то есть хищники содержатся отдельно друг от друга и они даже не подозревают существование там кого-то еще рядом. То есть бокс для каждой птицы 2,5 на 2,5 на 2,5 километра. Еще вопросы? Черный коржун. Ну, на данный момент есть две птицы 2023 года. Это ястреб Харриса и самка сокола Балобана. Все птицы разведены в питомниках в России, кроме черного коржуна. Скажите, пожалуйста, кто востребован, самка или самец и почему в работе? Еще раз. Кто из птиц востребован, самка или самец и почему? Зависит очень сильно от задач, потому что у всех хищных птиц есть половой деморфизм. Что такое половой деморфизм, скажите мне? Ну да. Нет, это не разлополость. Это отличие самцов и самок по определенным признакам. Вот у всех хищных птиц самки примерно на 50% больше, чем самцы. Соответственно, самка может выполнять задачи, которые, допустим, возьмем, допустим, условно, ястреба тестеревятника. Самка весит 1,5 килограмма, самец 800 грамм. Самка, допустим, может ловить и отпугивать цапель, самец не может. Но при этом самец может ловить скворцов, а самка не может, потому что ее размер не позволяет ей поймать этого скворца. То есть от определенных задач выбирается пол птицы, соответственно, востребованность. То есть и те, и те подходят? Да, конечно. Благодарю. Не за что. А долго нужно тренировать птицу для того, чтобы она стала хорошим, ловчим? Все зависит от, опять же, задачи, от опыта, назовем это сокольника, то есть тренера, кто занимается обучением. То есть, ну, чтобы подготовить птицу к свободным полетам, просто полетам, чтобы она возвращалась по команде полностью, то есть, во-первых, есть большая разница, в каком возрасте птица была взята. То есть птицы делятся на импринтов, то есть птенцов, которые взяты там в возрасте 5 дней, такие пуховички, как цыплята и выращены полностью человеком. То есть они изначально человека не боятся, но там есть определенные но, которые, почему их не все любят. Также есть птицы, которые взяты уже птенцами, которые понимают, что они не люди, потому что импринтинг это запечатление человека, допустим, то есть птица импринт, ну, не только птица, любое животное, оно считает человека себе подобным. То есть, соответственно, половое поведение, когда они там вырастут, будет направлено не на птицу своего вида, а на человека. То есть, поэтому там многие, допустим, питомники используют импринтов для получения гибридов, там различных соколов и так далее. И есть птицы, которые взяты полностью выросшими, которых выкормили родители, соответственно, они изначально боятся людей, ну и полностью дикие. И вообще бывают птицы там ловленные, отловленные в природе, которые там прожили энное количество времени в природе, они вообще там полностью дикие. И в зависимости от этого интервала вот этого обучения начального, назовем его там общий курс дрессировки, он разный. То есть птица импринт, которая изначально не боится, ее нужно просто, ну, объяснить ей, что нужно делать. Соответственно, птица, которая боится изначально, вначале с ней нужно подружиться. Но в среднем процесс обучения начальным каким-то основам занимает, ну, около двух-трех недель. Если уже нужно какие-то более специфические моменты, допустим, там сокол должен подниматься там на 300 метров, подходить верхом на 300 метрах, вставать в позицию и падать там на условно стаю чаек с этой высоты, это занимает гораздо больше времени, потому что все обучение проходит оперантно, то есть с положительным подкреплением. И чтобы объяснить птице, что нужно подниматься вверх, а не, допустим, не летать вокруг, нужно правильно подкреплять те или иные действия. А так как это не собака, там работает только положительное подкрепление. А положительное подкрепление с точки зрения хищной птицы, это либо пища, либо появление пищи. Допустим, там подъем фазана или куропатки в определенный момент. Спасибо. Спасибо за внимание. Да, конечно. Ну, наверное, моя любимая хищная птица, это ястреб-петеревятник, самец. Почему он? Ну, он быстрый, он верткий и работает на коротке, то есть условно он может поймать ворону там до 30 метров. Ну, образно. Ну, а так, в принципе, они все хорошие, классные, прикольные. Да, конечно. Ну, во-первых, в настоящее время, да, в 21 веке существует куча различных технических средств, которые увеличивают шанс найти птицу, то есть различные GPS-трансмиттеры, ну, передатчики, которые вешаются на птицу, но, в принципе, даже с ней, даже с передатчиками птицу реально потерять. Допустим, я одну потерял в сентябре, потому что не смог ее достать из того места, куда она улетела. То есть я знал, где она находится, но достать оттуда было ее невозможно. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...